В Удомле открылась выставка живописи вышневолодского художника Дмитрия Азарова «День радости». Экспозиция расположилась в Центре общественной информации. Здесь же начала работу всероссийская историческая квест-комната виртуальной реальности. Подробности у наших коллег из регионального телевидения Удомле. На Удомельской земле это третья выставка художника Дмитрия Азарова. Всего представлено 59 картин, написанных в последние годы, и у них есть своя отличительная особенность. Каждая следующая картина является продолжением предыдущей работы. Философские и сказочные картины автора очаровывают гостей выставки красотой и необычностью. Простые сюжеты нашей повседневной жизни автор аккуратно оживляет в своих полотнах. Сюда вошел закавказский цикл. Это и составило основу выставки. Закавказский цикл, то есть это грузинские работы, армянский цикл, хроники библейских гор, натюрморты на досках и еще некоторые работы, которые в Удомле уже были, но они так или иначе дороги моему сердцу. В картинах можно увидеть широкие глаза ангелов, одинокий трамвай, отправляющийся покорять неизвестность, многолекие оживающие здания в одуванчиках. Картины Дмитрия Азарова удивляют. При взгляде на работы автора происходит переосмысление отдельных жизненных событий. Экспозиция получила название «День радости» в честь одноименной музыкальной композиции Бориса Гребенщикова. И там есть замечательные слова. Это же, Господи, зря чему видно. А для нас повтори, что Бог есть свет, и в нем нет никакой тьмы. И вот как-то, что голову-то ломать? Вот же название для выставки. «День радости». Далее выставка отправится покорять Санкт-Петербург и еще несколько городов. Также в Удомельском центре общественной информации начала свою работу Всероссийская историческая квест-комната виртуальной реальности. В ней точно воссозданы события 1942 года, а именно период Сталинградской битвы. Участникам необходимо отстоять дом Павлова точно так же, как это сделали 30 советских солдат во главе с сержантом Яковом Павловым. Тогда осада продолжалась 58 дней и ночей, но фашисты так и не смогли захватить дом. Одна игра длится 5-7 минут. За это время два главных героя должны решить поставленную задачу. Продолжение следует...